Тверской волонтерский штаб «Помощь Донбассу» подготовил очередной 20-тонный гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции. В составе этого отправления новогодние подарки для пациентов местных лечебных учреждений. Какие сюрпризы приготовили жители Твери для тех, кто сейчас стоит на защите Родины, расскажем в следующем материале. В помещении волонтерского штаба «Помощь Донбассу» почти всегда тесно. Все пространство занимают огромные коробки с ценным грузом. Впрочем, как и весь уходящий год, штаб начал работать в феврале и уже успел отправить десятки тонн груза в зону СВО. В коробках традиционно медицинские инструменты, фонарики, пледы, теплые костюмы и еще многое другое, что может пригодиться в сложных условиях. А так как впереди Новый год, в большинстве коробок подарки детям сладкие, взрослым теплые. Вязаные носки, иконы, молитвы освещенные, шампунь и вязаные носочки, которые своими руками приносили нам жители Твери. Как рассказывает координатор волонтерского штаба, все подарки формировались из тех предметов и продуктов, которые в течение нескольких дней приносили жители Твери. Подготовили посылки с мандаринами, 500 подарков для детей и для взрослых, которые сейчас проходят лечение в больнице. Хочется, чтобы, ну даже если так случилось, и дети и взрослые сейчас находятся в больнице, то у них все равно было праздничное настроение. А какой Новый год без елки? Так в составе ценного груза коробки с новогодними украшениями. Их также перед отправкой привезли неравнодушные тверичане. Внутри все на елку, шарики, все с мигалками от батареек, потому что вдруг у них электричества нету, то будут от батареек. С игрушки на две елки там положили. Еще в коробки будут вложены детские рисунки и письма. По словам Ольги Левитиной, которая недавно вернулась из зоны проведения специальной военной операции, там каждый рисунок, каждая открытка становится своего рода оберегом. Так вес новогоднего груза вместе с рисунками, письмами, мандаринами, шариками и медикаментами несколько тонн. У нас уедет целый КАМАЗ грузоподъемность 20 тонн. Как правило, мы грузим его полностью под завязку, в том числе и кабину. Поэтому 20 тонн уже традиционно для нас, то есть каждую неделю мы отправляем. Ну вот меньше уже у нас как-то не принято. Срок доставки таких отправлений в среднем неделя. То есть коробки адресат получит аккурат под Новый год. Что станет настоящим подарком россиянам, кто будет встречать 2023 на передовой или в госпиталях. И что станет напоминанием о том, что их помнят и ждут в Верхней Волжье, ждут с победой. А волонтерский штаб, несмотря на праздники, продолжит работу.